Слава нашему Господу! В одной христианской семье муж возвратился с командировки, и как-то он видит, что один из сыновей читает Библию, он там отвечает на вопросы про царей. Он её закрыл, оставил лежать на столе. Муж несколько раз проходил, и что-то заинтересовало его. Какой-то дух Божий начал говорить ему, почти. Он начал читать слово, которое он открыл, и оно сильно коснулось его сердца. Он даже заплакал. Пошло какое-то время, и вот уже вечером они решили съездить в магазин всей семьёй, но Бог бодрствовал нас своим словом. И как в христианской семье у них было так принято, что каждый ребёнок имел христианскую майку со определённой надписью «Слово Божие». И вот они как-то уже совершили покупки в магазине, приходят на кассу, и кассир радостно говорит, «О, вы христиане! О, вы были в этом лагере христианском! Слава Богу! Слава Богу!» Они как-то так засмущались, говорят, «Да, мы христиане, но в этом лагере не были, но мы верим в то, что это написано на этой майке». Чуть дальше отойдя, они услышали голос. «Подожди, подожди, подожди!» Подходит другой человек, который тоже говорит им, «О, вы христиане! Слава Богу! Аллилуйя! Я очень рад вас видеть!» И даже помолился рядом с ними. Какое же слово прочитал отец, и Бог начал действовать, особенно в их семье? Он и до этого действовал. Но что Бог хотел сказать? Я думаю, это слово сегодня передаётся нам. Я верю, что если этого слова нет в вашей жизни, то бесполезно мне сегодня говорить о том, что нужно ожидать Христа. Почему? Смотрите. Откроем Евангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Пожалуйста, откройте свои Библии, чтобы вы не просто почитали, что написано здесь, но чтобы вы могли даже поставить заметку в своей Библии. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречётся от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом Моим Небесным». Я верю, что наше ожидание Христа очень связано с нашим личным исповеданием Его в нашей практической жизни. Один человек, пастырь Виталий Рожком, как-то сказал, «Каждый раз, когда вы идёте на церковное собрание, вы свидетельствите окружающим миру о живом Боге в мире мёртвых идолов и проглашаете превосходящую ценность Евангелия». Одно из наших исповеданий – это когда мы идём на наше собрание. Но если только ваше исповедание заканчивается в здании этого собрания, то вы просто делаете обычную религию. Вы просто религиозные люди, потому что исповедание Христа – это намного больше. Это то, что распространяется в вашей повседневной жизни. Есть утверждения, которые вы можете опровергнуть, но большинство – это так. Мы не исповедуем Христа не потому, что нам стыдно за самого Христа, а потому, что нам стыдно за свою, нашу личную жизнь. Да или нет? Да или нет? Исповедание – это представлять слова Христа, жизнь Христа в своей жизни. Оно очень сильно распространяется на нашу повседневную жизнь. Возьмём молитву нашу, нашу молитву. Сегодня утром, и в течение собрания, и дома часто, мы молимся. Мы молимся, как всегда, о нашей нужды, о нашем здоровье, о наших детях, о нашей работе. Но почему-то Христос через апостола Павла сказал такие слова, которые иногда нам не вмещаются. 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Давайте откроем и прочитаем. Он говорит, «Итак, прежде прошу, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, и дальше, говорит, за начальствующих царей. друзья мои, за начальствующих царей, а мы прежде за себя. за себя». Интересно, если мы возьмем жизнь Христа. Один стих Ветхого Завета очень сильно был пронизан в его жизни. Откроем притчи, 24 глава, 11 стих. Притчи, 24 глава, 11 стих. Можете ответить в своей Библии. «Спасайте взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Вся жизнь Христа была проникнута этими словами. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Как так? Как в нашей жизни повседневной спасать взятых на смерть? Как сегодня в нашей жизни не отказываться от тех, кто обречен на убиение? Простой пример. Каждый раз в октябре в Орегоне проходит линия жизни, когда многие христиане стоят плакатами, а не против абортов. Против абортов. И вы знаете, наш штат распространен тем, что здесь максимально производится количество абортов. и на ранних сроках, и на поздних сроках. И многие люди сюда специально приезжают, чтобы это сделать. Я говорил с некоторыми людьми, они говорят, «Знаешь, мы как-то аполитичные люди, мы лучше будем молиться». проанализируем наш год. Сколько раз мы молились в собрании, чтобы не было абортов? Это убиенные младенцы. Видите, как сатана сделал, что человек даже не может сказать, высказать свое слово, и его в зародыши уже убивает. это тоже наше исповедание. Христос говорит, спасай взятых на смерть. Когда я был молодой, я научился интересно в жизни такой пример, который говорит о том, что ты для этого сделал. У нас был один пастырь, и мы... Церковь, которая была миссионерской, мы часто давали различные места собраний. Нас оттуда выгоняли, милиция, еще что-то. И вот мы однажды решили, «Ну, хватит мучиться, давайте купим дом молитвы». И наш пастырь с одним миссионером созвонился с Америки, говорит, «Встретимся, поговорим с ним». Тут говорит миссионер, «Хорошо, приходи ко мне, но принеси фотографию своей церкви». Мы собрались в церкви, сфотографировались. Началась беседа. Потом пастырь пришел, немножко недоволен, но он говорит, «Хорошая беседа была». «И как же там было?» Он говорит, «Я начал ему говорить, что наша такая церковь, мы носили такое и такое служение. Это, это и делаем. Есть проблема, у нас нет дома молитвы». Миссионер говорит, «Хорошо, покажи мне фотографию свою». Мы показали, там более 120 человек. Он говорит, «А что вы делали для того, чтобы у вас был дом молитвы?» Он говорит, «Я миссионер здесь. С Америки я приехал. Я там, в Америке, продал свой дом. И жду средства, финансы, служения здесь. А что вы делаете?» Сегодня мы говорим, что жить стало в Америке трудно. Антихристианская направленность против всего. Против собраний, выражения слова о Христе. Многие различные переживания, трудности. Все давится на христианство. А что вы для этого делаете, чтобы этого не было? Ведь многие из нас имеют гражданство. И когда происходит время голосования, их нет. Одно из пассивных сегментов христианства – это христиане, которые участвуют в общественной жизни. Писание говорит, «Спасай взятых на смерть». Мы говорим, от нашего голоса ничего не зависит. Зависит, друзья мои, зависит. Это может быть не видно, но небеса оценивают твою позицию. Спасай взятых на смерть. Молитва за верующих гонениях. Когда я был молодой человек, у меня было такое служение, я был преподавателем ассоциальной школы, я одновременно был директором в школе. И вот в одном таком семинаре в нашем братстве, я помню, приехали люди за границей, и один такой старичок пришел. Он не был пастором, он был обычный член церкви. Он же такой дрожащий, он рассказал такую историю. Он говорит, когда я был маленький, мне было 9-13 лет, к нам преподавателем ассоциальной школы показывали такие маленькие фотокарточки. Кто в отделенной церкви был, тот знает, что раньше фотографировали узников, их семьи или их самих пересылали на Запад, чтобы за них молились. И он говорит, нам показывали этих людей с России, с Советского Союза, и говорит, моли за них. Мы даже их не знали, но мы молились. Знаете, пошло время, 60 лет прошло, он приехал, Бог дал возможность ему приехать в страны, где открылась Евангелие. Он говорит, я вижу плоды своих молитв. Молитва за верующие в гонении. Если у вас нет тех, за кого вы молитесь, кто охотится в гонениях, то мне бесполезно вам говорить сегодня, что вы должны ожидать Христа, если у вас нет исповедания Его. Мы знаем, что сейчас есть ситуация с пандемией, и трудно всем, и богатым странам. А сколько трудно с тем африканским, азиатским, мексиканским странам, испаноговорящим, где-то же есть христианство, где-то же люди больше голодают в этих переживаниях. Мы говорим, что Христос очень хорошо сказал, был болен, ты посетил меня, я жаждал, ты меня напоил, был в тюрьме, я пришел туда. У нас исполняется Писание наоборот. Был болен, я был болен, ты не пришел ко мне. Я жал, ждал воды, и ты не дал мне я. Я был в тюрьмах, а ты просто проезжал мимо. Сколько христиан сегодня находится в голоде? Если сегодня ты никого финансово не поддерживаешь, голодающих людей, то мне сложно тебе говорить о том, что я ожидаю Христа. Потому что в этой жизни это исповедание Его. Часто люди говорят, что когда мы говорим о миссионерстве, о миссионерском служении, ну зачем далеко ехать? У нас здесь большое поле миссионерства из наших детей, родных, близких, родственников. Да я имею. Но тем самым люди сами отвергают исповедание Христа. Они говорят, что не нужно исполнять Его призвание. Идите, научите. И второй момент. Они невольно показывают, что отсутствие в их жизни исповедания не привлекает людей, живущих с Ним, прийти ко Христу. Встречали ли вы людей из своей жизни, которые бы сказали, я спорю на твою жизнь, и я жажду прийти ко Христу, потому что я вижу? Нет. Часто мы иногда посылаем своих детей на различные конференции и думаем, что им там расскажут о Христе, чтобы они покаялись. Но неужели там расскажут о другом Христе, который отличный от нашей жизни? Рассказывают о том же Христе, который в Писании? Потому что они не видят детей в нашей жизни исповедания. Самая опасная вещь, что если нет исповедания, это в том, что мы можем призывать с кафедры сегодня людей, чтобы они пришли и совершали служение, чтобы они перед всеми исповедовали, как они верят в Христа. и мы зовем, это нужно делать. Но заметьте, из года в год отлика мало. Мало людей, подвижающихся на служение. Мало людей, которые готовы выйти в проломе. Почему? Потому что у верующих людей, наверное, внутри уже произошло отступление. это. Малу по малу они уже отступили. И нет силы, которые бы Христос давал. Нет силы, а мы чего-то ожидаем. Где-то невидимым образом сердцем завладел грех, и нет горения, нет исповедания. И произошло отречение. Страшное дело быть солью, потерявшей силу. Страшное дело быть солью, потерявшей силу. Называться надо бы не быть христианином. Знаете, в христианстве очень важна целостность. Это верить в то, что ты говоришь, и жить так, как ты говоришь. Невозможно сегодня говорить о христацентричности, что в моей жизни центр Христос, но не быть христоподобным, не быть похожим на Христа. Мы когда-нибудь были в комнате, где есть много зеркал, в зеркальной комнате. Знаете, зажгешь свечку, и сразу стало светло, потому что зеркала отражают этот свет. Но зеркала отражают только тусклый свет свечки. Но свеча горит и освещает. Так часто мы в церковь приходим, и вроде везде большое отражение света. Но как трудно мы можем часто не сморить свое сердце. Кто я? Зеркало, которое что-то отражает. Или свеча, горящая во тьме. Сегодня Писание нам говорит, обратимся опять, что оно нам говорит. Евангелие от Марка, 10 глава, Матфея, 10 глава, 32 и 33 стих. Давайте еще раз почитаем. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 и 33 стих. «И так всякого, кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим небесным. Если вы ждете Христа, покажите ваши исповедания. Будем молиться. Аминь. Бога легко истать, Бога его найти, Бог это благодать, Бог это все пути».